Здравствуйте! В эфире программа «Юрисконсульт». В июне 2014 года начал действовать в полном объёме Федеральный закон номер 15 ФЗ об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака от 23 февраля 2013 года. Это так называемый антитабачный закон. Уже больше года действует запрет на курение на территориях и в помещениях образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений по делам молодёжи, физкультуры и спорта, а также там, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторные услуги. Нельзя курить в самолётах, общественном транспорте, помещениях социальных служб, органах государственной власти, местного самоуправления, на рабочих зонах и в рабочих зонах, в лифтах и помещениях общего пользования, многоквартирных домов, на детских площадках, пляжах, автозаправочных станциях, а также местах на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы и станции метро. Кстати, во многих местах из этого списка было запрещено курить и раньше, а в июне 2014 года вступил в силу ещё один блок запретов. Теперь курить нельзя ещё и в поездах дальнего следования, на пассажирских судах дальнего плавания, на пассажирских платформах, используемых для пригородных поездов, в гостиницах и других помещениях для временного размещения и проживания, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, в помещениях рынков и в нестационарных торговых объектах. Надо отметить, что на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, курение строжайше запрещено. Такая территория должна быть обозначена специальным знаком о запрете курения. Требования к этому знаку и порядку его размещения утверждены приказом Минздрава России от 12 мая 2014 года, номер 214. Запрещающий знак должен размещаться у каждого входа на территорию, в здания и иные объекты, где курение запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе и в туалетах. При этом в законодательстве не указано, что отсутствие запрещающих знаков освобождает от ответственности за курение в неположенном месте. Просто в этом случае ответственность должно понести еще и должностное лицо, которое было обязано установить запрещающий знак. Статья 6.25 Кодекса об административных правонарушениях. В такой ситуации на курильщика будет наложен штраф от 500 до 1000 рублей, а на должностное лицо, которое не обеспечило установку запрещающего знака, от 10 до 20 тысяч рублей. Юридическое лицо может быть в такой ситуации оштрафовано на сумму от 30 до 60 тысяч рублей. Нельзя курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. Перечень того, что относится к помещениям общего пользования, указан в статье 36 Жилищного кодекса, а также в пункте 2 правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. К ним относятся лестничные площадки, чердаки, подвалы, парковки и гаражи на земельном участке многоквартирного дома. Поэтому, если ваши соседи курят в подъезде или даже у входа в подъезд, это нарушение антитабачного закона. В этой ситуации вы можете пожаловаться участковому или в полицию, в жилищную инспекцию, в Роспотребнадзор или государственному инспектору пожарного надзора. Все эти органы вправе выносить постановление о штрафе за нарушение запрета на курение в общих помещениях многоквартирных домов. На общих балконах закон не запрещает курить только если они будут оборудованы как специальные места для курения. Для этого потребуется принять решение общего собрания жильцов. Общие балконы в многоквартирном доме являются помещениями общего пользования, а значит курение на них запрещено. По решению собственников жилья в доме может быть выделено специальное место на открытом воздухе или в изолированном помещении общего пользования с системой вентиляции. Если вы просто повесите табличку «Место для курения» или поставите пепельницу, этого будет недостаточно. Обратите внимание, что обязательно должно быть решение общего собрания собственников в многоквартирном доме или лица, которому переданы полномочия по управлению общим имуществом многоквартирного жилого дома на основании решения собственников помещений. Например, товарищество собственников жилья или управляющей компании. Кстати, если в случае проверки Роспотребнадзора или органов пожарного надзора будет установлено, что такого решения не было, то ответственность грозит не только самим курильщикам, но и управляющей компанией или товариществу собственников жилья. Страв для юридического лица составит от 50 до 80 тысяч рублей, а для должностных лиц от 20 до 30 тысяч рублей. А самое главное, не забывайте, что курение исключительно вредно для самого курильщика и окружающих. Такие суровые нормы закона имеют своей целью оздоровление нашего общества. На этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Если у вас есть вопросы, звоните по телефону, указанному на ваших экранах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин